Чем больше мы не хотим быть похожи на своих родителей, тем больше мы как раз наоборот становимся на них похожи. Вот смотрите, когда мы говорим, например, фразу «я не хочу быть похожи на свою мать», вот в этой фразе мы имеем в виду конкретно какие-то определённые её черты характера, её качество, её поведение. В чём конкретно мы не хотим быть на неё похожи? Знаете, что самое интересное, что когда ребёнок растёт, он же развивается через зеркальные нейроны. То есть вот он смотрит на своих родителей, они через зеркальные нейроны копируют какие-то стратегии поведения. То есть он смотрит «о, это я отсюда взяла, это отсюда», он может ещё копировать от бабушек, дедушек, от каких-то там близких, знакомых. И в итоге, получается, мы вырастаем, и у нас очень много есть стратегий, которые мы скопировали своих родителей. То есть у нас есть какое-то поведение, которое да, где-то мы похожи, мы точно так же можем готовить, мы точно так же можем делать какие-то вещи. Но когда мы произносим вот эту фразу, что «я не хочу быть похожа на свою мать», мы начинаем туда отдавать очень много энергии, очень много сил и очень много одновременно сопротивления, мы эту часть себя, которая как раз копировала через зеркальные нейроны стратегии нашей мамы, мы начинаем её усиливать и начинаем с этой частью, по сути, внутри себя бороться. Потому что, когда мы попадаем в транс, то есть мы эту часть себя делаем теневой, мы её вытесняем, мы её отвергаем, и она становится, как есть такое понимание, как теневая часть нас. А что происходит, когда у нас возникает какая-то теневая часть? То есть мы её сначала держим как будто в тюрьме и постоянно контролируем, чтобы она не проявлялась. И вот мы создаём вокруг этого очень много напряжения, напряжение, в какой-то момент происходит коллапс, мы попадаем в транс, эта часть активируется, и мы ведём себя, ну, копия наших родителей, какой-то период времени, то есть что-то делаем точно так же. Вот очень важно задать себе вопрос, когда я не хочу быть похожа на своих родителей, вот конкретно какое поведение я не хочу делать, как они? Или какое черто характера? Или что конкретно я отвергаю? Это очень важно, потому что то, что мы отвергаем, вот как раз вот такими и будем становиться, когда будем попадать в этот транс. И делать то же самое. Чаще встречаю, знаете, как такую фразу, я не хочу быть похожей на свою мать, я не хочу так же относиться к своим детям. Когда дети меня, то есть, да, то, что женщины говорят, вот как только дети меня выбесили, как только там ещё что-то, всё, я понимаю, что я стала такая же, как мама, то есть я начинаю там на них орать, или там ещё что-то там делать. То есть, понимаете, когда происходит какое-то эмоциональное состояние, то есть после чего происходит коллапс, мы попадаем в транс, и всё, и эта часть выходит на свободу и делает то же самое. Поэтому, когда мы не хотим проживать какое-то поведение, которое было у наших родителей, очень важно не протестовать и отгораживаться от этого состояния или говорить, вот только не так, только не так, а наоборот разобраться. Во-первых, шаг первый, какую часть или какое поведение или какую черту характера я отвергаю, вот что конкретно вызывает у меня такое вообще бурю эмоций, что я отвергаю. Следующее. Почему я это отвергаю? Что, вы знаете, очень часто здесь есть наши личные эмоции, то есть эмоции нашего внутреннего ребёнка. Например, если мама орала на детей, то значит, когда я была маленькой, мама орала на меня, и мне было больно, мне было неприятно, я проживала какие-то эмоциональные состояния. И вот этими эмоциональными состояниями очень важно поработать, их очень важно принять, очень важно исцелить, прожить, потому что, получается, наш внутренний ребёнок до сих пор проживает вот ту боль эмоциональную, с которой он сталкивался, когда мама на него орала. И каждый раз, когда мы попадаем в транс, мы делаем вот этот контрперенос на своих детей, мы становимся вот этой мамой, которая орёт, к примеру, или ещё что-то делает, не так, как нам нравится. Поэтому второй шаг — это посмотреть, какие там эмоции, что мы испытывали, что мы проживали в контакте со своим родителем, который себя вот так вот вёл, как нам не нравится. И следующий шаг. А какие варианты поведения могут быть у родителей? То есть сначала спросить у своего внутреннего ребёнка. Вот когда я делала это и это, мама на меня орала. А какие были бы для меня, в первую очередь, идеальные варианты? То есть если бы у меня была идеальная мама, которую я мечтала, вот как бы она себя повела? и написать вот этих нескольких вариантов поведения, что бы случилось, если бы эта идеальная мама себя вела вот так вот и так. И следующий шаг — это погрузиться вот в такое, как медитативное состояние, в лёгкий транс, и представить вот себя вот той маленькой девочкой, и представить, что вот ваша мама сейчас меняет своё поведение, к вам пришла вот такая идеальная мама, которая, например, не орёт, подошла там, ой, маленькая моя, ты коленку ударила, типа там, иди сюда, да, я тебя пожалею, идём, промоем водичкой, идём, полечим твою коленку, там, или ещё что-то. А если, что чаще тоже забывает, там, мальчик, например, да, там, какую бы поддержку вам хотелось бы от родителя, если, например, в том же вопросе с коленкой, не, типа, хватит плакать, мужчина не плачет. Нет, это наоборот, обижающее, да, ранящее, фраза, а вот опять же, поддержать, принять, полюбить в этот момент, вот, продумайте, что было бы для вас терапевтично в тот момент, вот, как бы поменялась бы реальность, если бы в той ситуации, когда вам было больно, или когда были эмоции, ваша идеальная мама внутренняя повела бы себя по-другому, потому что, смотрите, мы реального человека, то есть вот, ну, всё уже так случилось, что мы родились от этих двух людей, пришли в этот мир, эти два человека имеют вот такие черты характера, вот такое поведение, и вот такие эти люди, ну, всё, мы с ними ничего сделать не можем, но мы же потом страдаем и попадаем в такие ситуации, потому что у нас внутри есть наш внутренний ребёнок, и у нас внутри есть наши внутренние родители, люди, так вот с внешними родителями, мы ничего не можем сделать, и все вот эти практики, прости свою, там, родителей, там, всё остальное, это по факту не про то, чтобы вот с реальными родителями что-то делать, это про то, что нам важно с нашими внутренними родителями выстроить другие отношения, чтобы они перестали нас обижать, эти внутренние родители, Мы перестали на них злиться, на внутренних родителей, и перестали проживать те как раз не самые идеальные стратегии, которые нам наоборот не нравятся. Потому что, знаете, даже в родовых практиках есть вот такие практики и теории, в плане, что когда нам что-то не нравится в поведении нашего предка, или мы это отторгаем и не принимаем, то мы как будто начинаем быть проводником как раз этого состояния опять дальше в мир. То есть, например, мы отвергали какого-то там, вот есть такое тоже, например, дедушку-алкоголика, да, там вот всё, там род не принимал, все там злились, и мы как ребёнок росли в этом, вырастаем, тоже не принимаем. А потом через какое-то время мы осознаём, что у нас есть тяга к алкоголю или ещё что-то. Потому что это, вот эта вот как непринятая стратегия в каком-то из вашего рода, там предков, она будет всё равно хотеть перепрожить эту ситуацию, то есть переиграть, как будто поменять стратегию. И вы можете быть как раз тем носителем, говорится, этой стратегии, которая будет хотеть через вас что-то изменить. Или, например, в наших предках, то есть если посмотреть, раньше были очень такие жёсткие и где-то такие как рабовладельческие отношения к детям, то есть дети — это были средства выполнения каких-то домашних дел, то есть дети очень сильно погружали в домашние дела, они очень много работали, и дети были своего рода такой тоже как бесплатной рабсилой. И эти стратегии вот таких родителей, да, где-то жёсткие, где-то ещё что-то, они же тоже, когда мы не принимаем это в предках, не понимаем, что… Ну вот тогда было такое время, тогда вот для них казалось это нормально, и они думали, что только так они смогут выжить. Но когда мы это не принимаем, то через какое-то время мы становимся вот таким вот человеком, который похож на какого-то из наших предков. Поэтому когда мы смотрим на своих родителей, мы начинаем отвергать какую-то часть или какое-то поведение, мы начинаем ещё больше усиливать и активировать внутри себя вот эту внутреннюю маму, вот эту внутреннюю уже свою часть, через которую проявляется вот эта стратегия или вот это поведение. Поэтому когда мы работаем в терапии, мы всегда исцеляем внутренних родителей. То есть это очень важно, исцелить внутренних родителей для того, чтобы исцелить своего внутреннего ребёнка и поменять реальные стратегии в жизни. Это очень круто работает, я знаю, о чём я говорю. Это очень как раз тот путь, когда не надо отрицать, надо наоборот в это пойти с этим, поработать для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Пишите в комментариях, как вы относитесь к принятию родителей, если у вас какие-то такие тоже точки непринятия. А если не принимаете, что именно не принимаете? Какое именно поведение не принимаете? Какую именно стратегию не принимаете? Поэтому делитесь этим в комментариях, рассказывайте. Я думаю, что нам будет очень полезно и интересно прочитать комментарии друг друга. Также, если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, будем рассматривать эту тему ещё глубже. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok